В школе идёт урок литературы. Учительница задаёт вопрос. Дети, в каком литературном произведении впервые была упомянута перестройка? Вовочка тянет руку. Да, Вовочка. Марья Ивановна, в сказке «Буратино». Вовочка, откуда в «Буратино» перестройка? Ну как же, вот восьмая страница, третий абзац, первое предложение. С восходом солнца страна дураков пришла в движение. Вчера из зоопарка Тель-Авива сбежал енот. Всех, кто видел енота, просьба занести по 10 шейкелей в кассу зоопарка. Вы что, бесплатно смотрели енота? Идёт мужик по базару. Видит, стоит мужик, держит курицу под мышкой. Тот к нему подходит. Почём курица? Десять тысяч рублей. Да чё так дорого? Деньги очень нужны. Знаешь, как в анекдоте. Если вам миллион дадут, что сделаете? Ну, долги раздам. А остальные, ну, остальные подождут. Лежат в постели любовники. Милая прильнула к любимому. Дорогой, а ведь когда-нибудь мы с тобой поженимся. А он такой затягивается. Да кому мы с тобой нахер нужны? Ну, как в анекдоте. Идёт бабушка, в кустах шуршание какое-то. Вовочка, ты? Я. Ты чё там делаешь? Машку трахаю. Вовочка, смотри, не кури. У мужика у одного в жизни всё плохо, всё отвратительно. На работе не ценят, уволили, жена не любит, ушла. Дети не уважают, презирают. В общем, жизнь фактически закончена. Жить незачем. Взял верёвку, снял люстру, примотал крюку, петли, табуретка. Встал, одел на шею. Вздохнул последний раз, с жизнью попрощался. Вдруг смотрит, на краю шкафа горлышко торчит. Петлю снял, табуреточку переставил. Раз туда. Там бутылка водки недопитая. Мужик вышел на балкон, из горла засадил, закурил. Блин, жизнь-то налаживается. Идёт тётка мимо церкви. Видит, на паперте сидит молодой парень лет 25, значит, с шапкой, деньги просит. Она к нему подходит, молодой человек, как вам не стыдно? Здоровый, а сидите, побираетесь? Он говорит, женщина, ну, так жизнь сложилась. Давайте я вам, вы мне денег дадите, а я вам хороший совет дам. А ну, какой вы совет можете дать? Он говорит, любой, абсолютно. Тётка задумалась, говорит, вот вы знаете, вот у меня, муж храпит, чудовищно храпит. Ни мне спать не даёт, ни соседям. Что делать? Парень спрашивает, так, а скажите, он на спине спит? Он говорит, да. Вот придёте домой. Ну, как только уснёт, захрапит, вы ему ноги раздвиньте, ну, и проблема будет решена. Ну, тётка дала ему червонец, значит, пошла домой. На следующий день, молодой человек опять сидит на паперте, тётка подбегает, молодой человек, вы знаете, помогло. Он говорит, ну, я же говорил, не зря деньги беру. Она говорит, объясните, а как? Как так? Сколько лет врачи там туда-сюда, ничего не помогало. Как? Молодой человек, ну, всё просто. Ноги раздвигаешь, яйца скатываются, жопу затыкают. Тяги нет. Слушайте, анекдот. Китайский крестный отец сделал предложение, которого никто не понял. Дядя Джун известный ещё. Идёт поезд дальнего следования, купе. В купе, значит, сидят трое за столиком. Разложена курочка, варёные яйца. Рубают. На верхней полке молодой человек расположился. Столько, значит, начали есть. И вдруг сверху падает кусок говна. Все в шоке. Следом падает второй кусок говна. Молодой человек, проснитесь, вы обосрались. А я и не сплю. Знаешь, такая карикатура есть? Лестничная площадка. Два мента у двери стоят такие с пистолетами. А перед дверью, значит, трое убитых там с мусорными бошками, и мужик по лестнице с ведром спускается. Мусор выкинуть, а менты ему. Слышь, мужик, позвони, спроси, дома кто-нибудь есть? Заседание суда в Южной Республике. Судья обращается к подсудимому. Подсудимый Гага Беридзе, расскажите, как случился акт педофилии. Подсудимый встаёт. Гражданин судья, я иду, смотрю, в песочнице, в песочнице сидит мальчик, сам такой беленький, попка такой розовенький, судья, ай, невиновен. Мне не верят, когда я говорю, что 95% граждан. Дебилы. Вот, по-моему, я занижаю процент. 97% минимум. Заводской отдел кадров. В отдел кадров устанавливают робота для приёма граждан на работу. Ну, значит, заходит первый гражданин роботом. Здравствуйте. Здрасте. Фамилия. Иванов. Специальность. Слесарь пятого разряда. Вы приняты. Следующий. Заходит следующий. Здравствуйте. Здрасте. Фамилия. Сидоров. Специальность. Фрезеровщик четвёртого разряда. Вы приняты. Следующий. Заходит следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Вот, никакой спорт не помог. Это они явились на перестрелку с ножами. Или на поножовщину с жимом лёжа. Как это часто бывает у спортсменов. Да. Идёт по улице мужик. К нему другой подходит. Обращается. Скажите, пожалуйста, как пройти в школу заик? Да нахера тебе школа заик? Ты и так ништяк заикаешься. Ну, а как известно, любую кровавую баню при помощи ведра перекиси водорода легко превратить в пенную вечеринку. Жила-была мама коза, а у неё семеро козлят. Ну, и мама ушла за продуктами, козлята одни остались дома. Мама говорит, столько никому не открывайте. Не успела уйти, уже, значит, стук в дверь. Волк скребётся там. Ну, козлята. Дверь открыли, волк только башку просунул. Они её раз в дверь табуреткой подперли. Все в окно прыг сзади волку, хвост задрали. И по очереди его насилует волк. Кричит, что вы делаете, волки? Молчи, козёл. Но, как известно, можно обманывать немногих всё время. Можно некоторое время всех. Но всех и всегда невозможно. В кинотеатре идёт показ художественного фильма. Фильм длинный, занудный. Вдруг посреди показа раздаётся дикий крик. Доктор! В зале есть доктор! С балкона человек подскакивает. Я доктор! Что случилось? Коллега! Что за херню нам показывают? Знаешь, да? Урок по Анне Карениной. Что можно сказать о героине? Героина очень сильная вещь. Почему вы спрашиваете? Встречаются два друга. Давно не виделись. Один другого. Как дела? Как ты? Как чё? У тебя что? Один говорит, знаешь, я женился. Говорю, зачем? Никогда жениться не хотел. Ну, вот, женился. Говорит, чё, жена красавица, что ли, какая? Говорит, да нет, обыкновенная. Может, готовит как-то необычно? Он говорит, да, вообще готовить не умеет. Ещё, может, трахается, не оттащить. Он говорит, да, лежит как бревно. А зачем ты на ней женился? Знаешь, у неё вот такие глисты. Говорит, ты чё, с ума сошёл, что ли? Эй, да ты, я вижу, не рыбак. В нашем детстве был похожий анекдот. Просыпается мужик, а у него вместо пупа гайка на 13. Ну, он пошёл, нашёл ключ. Начал крутить, крутил, 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 открутил. Раз! И жопа отвалилась. Мораль, не ищи на свою жопу приключений. Ресторан. За столиком сидит парень с девицей. Букет цветов, вино, там, свечи, шампанское, всякое такое. Вдруг сбоку подходит гость из Южных Республик, обращается к молодому человеку. Слышь, дорогой, разреши пригласить на один танец этот цветок. Принёк, извините, она не танцует. Извини, отходит. Через пять минут играет следующая песня. Опять подходит гость из Юга. Дорогой, извини, разреши пригласить на один танец этот букет. Говорит, извините, она не танцует. Еще десять минут проходит. Следующая песня играет, снова подходит. Слушай, дорогой, разреши пригласить на один танец этот цветущий клумба. Тут девица говорит, молодой человек, а что вы его-то все время спрашиваете? Вы меня спросите? Слушай, ты говно молчащий, когда джигиты говорят, а? Про Тинькова и юных блогеров прикольно. А нас-то за шо? Ну, точно, да. Это анекдот такой есть, знаешь, как идут два хохла. Один другому говорит, смотри, там двое москалей, пойдем-ка их отметелим. Говорит, а вдруг они нас? А нас-то за шо? Вот, типичное. Идет свадьба. Мальчик-модель женится на девочке-модели. Оба красивые, слов нет. Все гламурное, отвал башки, церемонии, шмотки, музыка, туда-сюда. Но, в конце концов, все заканчивается. Первая брачная ночь, молодые ложатся в постель. Забрались под одеяло, оба лежат, не двигаются. Пять минут, десять, пятнадцать. Через двадцать минут мальчик спрашивает. Я не понял, нас трахать будут или нет? Сидит наркоман на автобусной остановке, забивает косячину. Мимо бабушка идет. Сынок, что ж ты делаешь? Убьешься ведь. Да, это бог, бабаня, да, это бог. Комиссия приезжает в детский дом для дебилов. Ну, покажите, как вы с детьми работаете, что дети знают, что умеют. Подводят мальчика. Мальчик, как тебя зовут? Алеша. А кем ты хочешь стать? Не знаю. А сколько тебе лет? Не знаю. Так, конечно, нельзя. Работайте с ребенком. Объясните, что к чему. Через неделю приедем, проверим. Приезжают через неделю. Ну, где наш мальчик? Вот он. Мальчик, как тебя зовут? Леха. А кем ты хочешь стать? Космонавтом. А сколько тебе лет? Леха. В лесу питон изнасиловал мартышку. Мартышка вся в шоке, в расстройстве. Бегом ко льву. Давайте суд организовывать. Питона надо судить. Ну, Лех куда деваться. Собрал суд. Все сидят. Ну, что, мартышка, ты-то что хочешь с ним сделать? Как что? Отрубить ему башку немедленно. Ты знаешь, все-таки он тебя не убил, не сожрал, только изнасиловал. Ты живая. Ну, давай как-нибудь помягче сделаем. Давай, например, ему отрубим хвост. Согласна? Согласна. Но только до самой башки. Свобода – это когда ты свободно можешь ходить от сих до сих и строго с разрешенной скоростью. Раннее утро. Домой ломится пьяный муж. Жена открывает дверь. Где ты был, сволочь? В шахматы играл. Отчешить тебя водкой воняет. А чем от меня должно вонять? Шахматами? Ты че обиделась? Я подумала, что ты мне изменил, а ты в это время чихнул. Это вернейший знак. Да. Идет муж домой. Злой, как собака. Думает, блин. Сейчас позвоню в дверь. Если сразу не откроет, вот тут же просто врыло закатаю. Он подходит на звонок. Только нажал, еще палец не оторвал. Бах, дверь распахивается. Жена, Вася, заходи скорее. Блин, сейчас тапки не подаст, тут сразу врыло. Да, Вася, тапочки обувай, пожалуйста. Еще мрачнее. Блин, жрать не предложит. Просто вот ушатаю на месте. Иди скорее, руки мой на кухню. У меня уже все накрыто. Руки мой, думаю. Сейчас водки не предложит. Точно прибьет. Только на кухню заходит. Вася, ты водку какую будешь? Холодную? Прохладную? Да не суетись ты! Муж сидит, читает Спорт-экспресс. Жена грустно его спрашивает. Вася, так это что получается? Ты Зенит любишь больше, чем меня? Да и Спартак больше, чем тебя люблю. Тетушка-волшебница разговаривает с Золушкой. Золушка, сегодня во дворце бал. Ты поедешь? Золушка такая печаль. Тетушка, я очень хочу поехать на бал. Ну не могу, у меня понос. Волшебница говорит, Золушка, для твоей проблемы есть решение. Вот тебе маленькая волшебная затычка. Воткни ее в задницу и смело поезжай на бал. Но помни, с двенадцатым ударом часов она превратится в огромную желтую тыкву. И, ну как в присказке, для того, чтобы трахнуть девку, которая готова дать даром, все равно нужны деньги. Жил-был мужик. Было у него три дочери. Пора выдавать замуж. Ни за кого, никак определиться не могут. Ну, мужик решил, сделаю, как в сказке. Взял лук, три стрелы, дал старшей. Старшая, как пульнула, попала в дом агронома. Сосватали, отдали замуж. Средняя, как засадила, попала в дом механизатора. Сосватали, отдали замуж. Ну, а младшая, как выстрелила. Улетела стрела в лес. Попала куда-то непонятно. Ну, младшенькая пошла, идет, идет, вдруг смотрит. Сидит здоровенная жаба такая. И держит, значит, в зубах стрелу. Ну, что, деваться некуда, наверное. Надо поцеловать, превратиться в прекрасного принца. Берет эту жабу. Ничего. Ну, а еще раз. Тут жаба и говорит человеческим голосом. Крепко меня заколдовали. Придется отсосать. Немедленно вспоминается известная шутка. За спиной каждого великого мужчины стоит женщина. Стоит и пи***ит. Капичная, блин. Стоит кавказец, продает рыбу. К нему подходит мужик. Почем рыба? Десять рублей килограмм. Хорошая? Очень хорошая. А что она у тебя вся кверху брюхом плавает? Спит. А что воняет так? Ты когда спишь, себя не контролируешь, да? Ветеринарная лечебница. Сидят, значит, в коридоре, в приемном покое. Сидят бультерьер, боксер и док. Угрюмые все, значит, ну, боксер спрашивает, бультерьер, ты что тут? Да что? Хозяин оставил дом сторожить. Я убежал, бегал там за собаками, гонялся. Дом ограбили. И что теперь? Что теперь? Кастрировать привезли. А ты? Боксер говорит, да такая же херня. Хозяин в машине оставил. Тут мимо собака пробежала. Я за ней машину угнали. И что? Ну что, кастрировать? Долго спрашивает, а ты здесь что? Да блин, у меня вообще. Сижу дома, хозяйка из ванны выходит, голая. Встала там что-то на своем косметическом столике делать. Ну я как напрыгнул, как вду ей. Да ты что ты? Да, ну вот сюда привезли. Слушай, ну тебе теперь точно кранты. Да нет, это вам кранты. А меня привезли когти постричку. Два мужика идут. Один другому говорит, слушай, так хочется кого-нибудь трахнуть. Сил просто нет. Второй говорит, слышь, ты же вроде женат. Да? Ты еще маму вспомни. Кремль, коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. Навстречу ему Николай Рыжков. Горбачев к Рыжкову. Коля, расскажи, как у нас хозяйство. Вы знаете, Михаил Сергеевич, курицы дохнут. Где? Во всех колхозах, буквально вот по всей стране. Есть решение, Николай. Надо напилить из фанеры квадратиков и проволочкой к каждой куриной клетке приделать. Рыжков обалдел, ушел. Несколько дней проходит. Горбачев опять по Кремлю. Навстречу Рыжков. Как дела, Коля? Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть. Есть решение, Коля. Надо в центре каждого квадратика нарисовать красный кружок. Рыжков совсем уже. Что такое? Ушел. Опять через пару дней. Коля, как дела, Михаил Сергеевич? Уже почти все курицы сдохли. Есть решение. Надо внутри красного кружка нарисовать желтенький треугольничек. Рыжков совсем уже ушел. Еще через неделю встречаются. Коля, как? Сдохли все курицы, Михаил Сергеевич. Жаль. У меня еще столько замечательных идей было. Анекдот про муравьев и слона. Ну, где там муравей орет. Нам бы его завалить, а там уже ногами запиная. Морской порт. У причала стоит корабль. На мостике стоит капитан. Покуривает трубку. Вдруг внизу по причалу подходит бомж. И снизу, значит, орет. Капитан, тебе боцман не нужен? Нет, не нужен. Капитан, а тебе кок не нужен? Нет, и кок не нужен. Капитан, может, кочегар тебе нужен? Нет, кочегар тоже не нужен. Повезло тебе, сука. Я б тебе наработал. На море клипер, на клипере шкипер. У шкипера. Нехорошие болезни, полового свойства. Постыдно это. ЦК КПСС, Политбюро, вызывают, значит, советских космонавтов. И ставят боевую задачу. Товарищи космонавты, завтра полетите на Солнце. Космонавты говорят, да вы что? Там же гигантские температуры, мы же все сгорим. В ЦК не дураки сидят. Ночью полетите. Ты что, кинул родного отца? Это бизнес-дом! Советский Союз. 7 ноября демонстрация. Ну, на заводе распределяют, кто понесет портреты вождей. И одному мужику, значит, дают Брежнева. Сходил, демонстрацию Брежнева поносил. Через несколько дней раз Брежнев умер. Ну, проходит год. Андропов во власть заступил. Значит, опять демонстрация. Ну, мужику снова. Кто понесет Андропова? Опять этому же мужику. Ну, тот взял Андропова. Некоторое время проходит, Андропов помер. Проходит год. Черненко уже во власти, значит. Ну, определяет, кто будет нести Черненко. Слышишь, мужик, давайте ты понесешь. Он говорит, ребята, вы, конечно, извините, но я вот Брежнева носил, Брежнев умер, Андропова носил, Андропов умер. Вот Черненко сейчас я даже не знаю. Бери, бери, у тебя рука легкая. У англичан есть хорошая приспазка, что для того, чтобы надежно разориться, существует три способа. Первый способ. Это потратить деньги на девок. Отличный. Второй способ. Это проиграть все в азартные игры. Ну, и третий способ. Самый надежный. Это вложить деньги в сельское хозяйство. Останавливается на остановке трамвай. В трамвай залезает такой толстый-толстый мужик. Ну, билетик купил, значит. Сел на сиденье. И билетик из руки выскользнул, упал на пол. Толстый начинает наклоняться. Наклоняется на живот, мешает. Ну, тушится, тушится, тянется, тянется к билетику. Вдруг как перлит оглушительно просто. Раз билетик схватил, выпрямился. Извините. Нервы не к черту. Знаешь, анекдот про боксеров? Какой? Как боксеры к фотографу приходят. Слышь? Можешь фотку сделать, чтобы вот, типа, четверо нападают, а трое, чтобы защищаются. Могу. А зачем вам такая фотка? Ну, тренер сказал сфоткаться 3 на 4. Это лучший боксерский. Три на 4. Огонь. Тоже интеллектуалы. Замучила одного паренька жизнь. С работы уволили, жена ушла, денег нет. Короче, спивается помаленьку. И встречает он как-то своего одноклассника, преуспевающего нового русского. Тот берет паренька на работу. В первый же рабочий день новый русский говорит, на тебе чек, перейди через дорогу в банк и получи 40 тысяч баксов. Паренек приносит 40 тысяч баксов. Друг отсчитывает ему из них двадцатку. Держи, говорит, за работу. И так каждый день. Паренек поднялся, купил машину, квартиру. На работе начал на сотрудников орать, строить всех, наказывать. А сам день от дня все смурнее и смурнее. Друзья спрашивают, ты че такой грустный? А он в ответ, понимаете, в банк я хожу один, а деньги делим на двоих. Ты кто? Я гендер. Я генерал. Тоже нигуё. Нельзя доверять наркоманам и уходит. На самом деле, блин, наркоманам доверять нельзя. Как увидел наркомана, раздави, как таракана. На все способен наркоман. На ложь, на подлость, на обман. Чистая правда. Есть еще один анекдот, несколько не про это, но все равно, как приходит дьявол к перестроечному бандиту и предлагает ему, слушай, давай я тебе 20 тысяч долларов, а ты мне душу свою. Он говорит, давай. Он ему раз 20 тысяч долларов. Слышь, я не понял, а в чем прикол? А это мне напоминает известный анекдот времен арабо-израильской войны, как араб отстреливается, мчится танк Меркава, а на араба араб отстреливается из автомата, по улочкам от него убегает, убегает. Еврейский танк за ним мчится неумолимо, загоняет его в тупик, араб, значит, открывается люк, вылезает советский еврей. Что? Патроны кончились. Говорит, кончились. Могу ящичек продать. Вот это вот правильный подход. Это как в анекдоте, приходит мужик один к другому, «Петрович, помнишь, у тебя зимой жена пропала?» Он говорит, «Да, но у меня две новости, плохая и хорошая». Он говорит, «Давай плохую. Мы её нашли, в реке утонуло, а хорошая, мы с неё ведро раков сняли». Как француженку спрашивают, а вот если вам муж изменит, что делать будете? Он говорит, изменю ему два раза, а два раза изменит, изменю ему три, а три – да я уйду уже к тому времени, ни о чём. Англичанку спрашивают, а вот муж изменит, а я молча сразу уйду. Негритянку спрашивают, а ты что сделаешь? Ну, отрежу ему 10 сантиметров, а второй раз – отрежу ещё 10 сантиметров, а третий раз – да камон, в Африке с 40 сантиметрами нужно, несерьёзно. Русскую спрашивают, а вот если муж изменит, что сделаешь? Пойду в правком, а два раза – пойду в обком, а три раза – я за свои 7 сантиметров до ЦК дойду! Как в советском анекдоте, как генерал захотел сапоги из крокодила в Африку отправили стройбат, а сапогов всё нет и нет, приезжают на Нил с внезапной проверкой, что там горы крокодилов не надо, в чём дело? Семь тысяч убили, ни у кого сапог нет! Помнишь, отличный советский анекдот, как в Сочи на пляже садится летающая тарелка, оттуда выходят два инопланетянина, к ним все тёлки бегом, они их давай трахать, перетрахали весь пляж, забрались в тарелку, улетели. На следующий день опять тарелка садится, опять вылезают тёлки к ним, опять всех перетрахали, улетели. На третий день уже все в предвкушении, скажите, а вот уже в разговор, слушайте, а вот вы инопланетяне, да, а что, у вас у всех такие золотые цепи, да, а летающие тарелки? Нет, летающая тарелка только у меня и у Гиви. Три наркомана сидят в машине, один за рулем, двое рядом, на светофоре, красный, жёлтый, зелёный, красный, жёлтый, зелёный, красный, жёлтый. Вова, поехали, я не успеваю! Наиболее полные юмористические способности народа раскрываются только при тоталитарных режимах. Когда есть сверху гнёт, когда нельзя говорить про это, нельзя говорить про то, народ изощряется, вот, смыслы, подсмыслы, туда-сюда, тонко сказать, незаметно намекнуть, всему этому придаётся большое значение, всё это оттачивается и получается как следует. Ну, следует помнить, что при советской власти, когда умирал какой-нибудь вождь, газеты выходили все с чёрной траурной рамкой, то есть всем было понятно, что кто-то умер. Ну и, соответственно, вот самый, так сказать, пик тоталитарных анекдотов – это, на мой взгляд, следующий анекдот. Утро, советская остановка, подходит советский трамвай, и у него советский человек пытается сесть, а ему не дают сесть вот толпа битком набитая, он как там пробирается раз-раз-раз и вдруг видит, на задней площадке ставит народ кружком, из-за чего ему не войти, а в середине человек с газетой, он начинает подпрыгивать за спинами и видит, что газета-то с траурной рамкой. Он прыгает, прыгает, а тот лицом к нему стоит, ему не видно, про кого там написано-то. И он, обращаясь к этому мужику, который держит газету, ему через головы, а мужик ему в ответ. Это мне напоминает анекдот Дементий. Знаешь, как оперуполномоченный умер, вознёсся, рай, ворота, святой Пётр. Ну, опер подходит, вот ты кто? Он говорит, ну, вот опер. А чего ты сюда пришёл? Ну, вот, думаю, в рай. Вот ты людей-то задерживал? Да. Допрашивал людей? Да. Пытал? Ну, тоже да. Так какой же тебе в рай? Тебе в ад надо? Пойдём, я тебя провожу. Пётр пошёл вперёд, опер бредёт за ним. Вдруг видит, дырка в заборе. А через дырку его коллега сидит под райским деревом. Вокруг него ангелы, тёлки, туда-сюда. Он говорит, слышь, а он-то что здесь делает? Он же тоже опер этот. Да какой он нахер опер? Когда ты ходишь в сапогах целый день, ну, на эту тему существует масса разнообразных весёлых анекдотов. Например, заходит солдат в купе. Он на верхней полке. Он тут же снимает сапоги, встряхивает свои портянки и, засунув их под матрасик, они у него свисают. И сам он туда наверх залезает, сидит и шевелит пальцами. Содрогаясь от нестерпимого смрада, ему снизу задают вопрос. Солдат, ты портянки меняешь? Да, но только на водку. Тут же вспоминается анекдот. Мальчик девочке говорит, а давай я буду надевать разные презервативы, а ты будешь угадывать вкус. Давай. Хм… Брынза? Не спеши, я ещё не надел. Как в известном анекдоте, вчера мужика в бане видел. Вот таким на себе не показывает дурная примета. Тут, как это, как в советском анекдоте, скажите, пожалуйста, почему вы стали проституткой или как вы стали проституткой? Вы знаете, просто повезло. Вот. И это точно так же, просто повезло. Владимир Владимирович, почему меня мухи кусают, это комары, а вас нет, меня нельзя. Ну, а все точки над «и» поможет расставить короткий анекдот. Если ты разговариваешь с Богом – это молитва, а если Бог разговаривает с тобой – это шизофрения. Как в известном анекдоте, как мужика ведут на расстрел, дождь, грязь, все подскальзываются, он идёт, блин, ну и погодка, солдату. Ты-то чё ноешь, нам ещё назад идти, блин! Ну, спирт, жечь – это кощунство, а газ – то, что надо. Сын генерала спрашивает, папа, а я вот, когда вырасту, стану военную, станешь, сынок, а генералом я буду, обязательно будешь, а маршалом? А маршалом нет. Почему? А у маршала есть свои дети. Как в известном анекдоте, знаешь, как сержант молодых бойцов загоняет под танк взвод, ну-ка, все легли на спину, упёрлись ногами в днище. Раз-два – взяли, раз-два – взяли, раз-два – взяли, раз-два – взяли. Сержант, не поднять. Ну, а чё ты хотел? 49 тонн, блин. Ну, так и этот. Был отличный советский анекдот, как пролетарий у магазина стоит, озирается. При советской власти, если кто вдруг не знал, о чём анекдот, люди совместно употребляли алкоголь. Смысл всегда был в общении, и, например, бутылка водки, которая стоила 3,62, на неё, как правило, скидывались известные жесты – третьим будешь, блин. Вот. Ну, и пролетарий ходит вокруг магазина, ищет, кто бы помог. Вдруг интеллигентик тоже видит, ищет очкастенький в шляпе с портфельчиком, он – давай, скинем, давай. Берут бутылку водки, разлили – давай, давай, раз, интеллигент. Ну, спасибо большое, я пошёл в магазин. Это мне немедленно напоминает футбольный анекдот. Милый, так это что? Ты, Спартак, любишь больше, чем меня? Да я и Зенит люблю больше, чем тебя! У нас есть семейное такое предание, как у азиатских родственников мальчик до семи лет не говорил, или там до шести, я не помню, долго не говорил. А потом бабушка мыла у него полы в комнате, его ставила на табуреточку, мыла полы, а он ей сказал, что под кроватью плохо вымыто. Что ж ты раньше-то молчал? Раньше нормально были. Вот. Ну, он же по делу высказался. И ещё. Борис, не нанимай на это дело идиотов! Ещё Герцен писал, что в каждом западном человеке сидит полицейский и руководит им, как делать. Видимаку заплатите роскошным минетам. Ну, там какая-то идиотская песня ещё присутствует. Песня идиотская. Говнопесни эти, которые все теперь. И как там? Ведьмаку заплатите чеканные монеты. Или заплати ведьмаку чеканные монеты. Что это такое? Тос. Койн. Вот её вечер. Кинь монетку. Это как к побирающемуся нищему, а не какие-то заплати чека. Как они такое выдумывают, блин. Ну, конечно, это породило некоторое количество уже упомянутой. Ведьмаку заплатите шикарным минетам. Вот это смешно вам. Хорошая шутка. Так. Ведьмаку заплатите бараньей котлетой. Грудинкой с омлетом заплати ведьмаку. Грудинкой с омлетом, кстати, было бы не положено. Ведьмака накормите тарелкой спагетти. Ведьмаку забашляйте солидной котлетой. Вот это да, вот это хороший перевод. Это практически чеканная монета – забашляйте котлетой. С ведьмаком расплатитесь трамвайным билетом. Вот это вообще идеально. А вот совсем хорошее – ведьмаку заплатите разбитым еблетом. Про «Ведьмак заплатите, сыграй на кларнете» – девиз команды какие-то там варяги – заплатите варягу чеканной монетой. Про «Ведьмаку заплатите, сыграй на клозете» – ведьмаку заплатите копчёным рулетом – зачтётся вам это – горите в аду, ведьмаку предоставьте кредит в ипотеку, ведьмаку заплатите биткоином в даркнете. Знаешь, прогрессивно как. Да, ведьмаку заплатите баксов котлетой и селянок минетом. Из обреза – дуплетом. Ну, пока про шикарный минетом лучше всего. Конечно. «Простой сигаретой, но если есть в кармане пачка чеканных монет» – простой сигаретой тоже хорошо. Вот так, да, но шикарным минетом это всё-таки лучше. Шутки закончил. «Зарекалась свинья говна не есть, да на первой же куче и разговелась» – а деньги могут тупо выкинуть за борт. Они просто утонут. На днях солисту эпатажной группы KISS Джину Симмонсу пожизненно запретили появляться в здании телеканала Fox News. Причиной запрета стало неподобающее поведение музыканта. 15 ноября 68-летний дедушка Симмонс пришёл на телевизионное шоу представить свою новую книгу «Он Пауэр». Программа прошла вполне обычно – ветеран рока поболтал с ведущими, сказал пару слов о книжке, прокомментировал скандал с Вайнштейном и озвучил прогноз погоды. Эфир подошёл к концу, и Симмонс направился в офис студии для записи интервью, после чего началось непонятное. Всю дорогу до офиса Джин отпускал расистские, сексистские и даже чёрные шутки. Говорят, развлёк сопровождающих следующим анекдотом. У Майкла Джексона родился сын. Счастливый Джексон забирает жену и ребёнка из роддома, ну и напоследок спрашивает врача «Доктор, скажите, а мы уже можем заниматься сексом?» Доктор отвечает «Майкл, подождите, пока ребёнку исполнится хотя бы 10 лет». Под конец Симмонс заголился по пояс, обратившись к присутствующим с просьбой засудить его, после чего начал бить присутствующих по бошкам своей книжкой и по звуку удара определять умственные способности стукнутых, и выводы Симмонс сделал крайне неутешительные. Здание Fox News Симмонс покинул в сопровождении охраны. Черчилль вроде говорил, что забыл формулировку, чтобы там разочароваться в демократии, там, лучший способ разочароваться в демократии – пять минут поговорить с обычным избирателем, что типа дебилы кругом. Ну, с этим самым повышением всегда так, здесь братва, ты с ними тут огонь, воду, медные трубы, а начальники – с точки зрения подчинённых, как нетрудно доказаться, все дебилы и подонки, они только мешают, а тут тебя вдруг наверх. Это же как в милиции, сегодня мы все бухаем тут беспробудно, а завтра тебя в начальники, и ты смотришь, они вместо того, чтобы работать, они бухают, а работать – о, как запел, вот что власть с людьми делает. Тут же испортился, тут же. Ну, мы всегда знали, что он такой, да. Да. Говнецо было заметно в нём, было заметно, только нужно было проявить его, вот посмотрите, вот посмотрите. Есть хорошая китайская поговорка – язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Есть китайская поговорка прекрасная – зачем становиться богатым, если надо соблюдать законы. Это у китайцев на эту тему есть хорошая поговорка, присказка. «Занимающихся, как шерсти на корове, достигших, как рогов». Вот. У меня есть любимая присказка. Когда я захочу услышать твоё мнение, я тебе его скажу. Да. Вот. Так точно. «Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз». Их называют пассажирами на зонах обычно. Те, кто случайно сел – это пассажир, называется – посидел, вышел. И ведь ему же за это ещё и полагалось какое-то наказание. Нашему дорогому Уолтеру. Хейзенберговичу. Конечно. За то, что он так напрыгнул на милиционера с грубыми словами. Герзкий. Хотя он ничего совсем хамского-то и не говорил. Он качал права. Да, качал права, но за это прям так что… Не надо ничего качать. Как в известном фильме «Храброе сердце» нападение на солдата-короля – это нападение на короля. Ишь. Как говорится, чем выше лезет обезьяна, тем лучше видна её красная задница. У социально близких говорят – жизнь даёт только Бог, а отнимает всякая сволочь. Это как в известной японской поговорке – «Сколько креветка, не прыгай, а из воды всё равно не выпрыгнешь». Вот. Однако есть и другая поговорка – «Ложечки-то нашлись, а вот осадочек остался». «Пришёл марток, надевай пять порток, в марте ещё холодно». Тоже вспоминается поговорка, как там халва во рту, там чё-то не сглотнуть, или как там чё-то, мёд какой-то. «Нельзя держать мёд во рту и не попробовать». Всяку тварь на известное место пяль. Да. Бог увидит – хорошую пошлёт. Конечно. Борис закричал – люблю я женщин рыжих. Нахальных и бесстыжих. Да. Возьми поддержанный. Они любят в Америках поддержанное, между прочим. Очень любят. У них даже есть аналог, как у нас с ним «я бы в разведку не пошёл», а у них есть «у него я бы купил поддержанный автомобиль». Да. Такая разница в подходе. Это, кто не понял, советская поговорка – в советской армии служили три национальности – русские, нерусские и хохлы. Это к вопросу о том, как у нас угнетали всех по национальному признаку. Но есть русская народная поговорка – от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Если ты работаешь, ты богатым не будешь никогда. Как там в Древнем Риме? Обращаешь в суд – ты берёшь волка за уши. Ну, а есть ещё шутки про негров, тоже незатейливые. Почему в Гарлеме деревья растут так близко? Потому, что это общественный транспорт. Почему милиционеры ходят по два? Один умеет читать, а другой умеет писать. Это безобидные шутки абсолютно. То есть, это примитивные ужасы, когда там тихо, 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 и вдруг… ПАААА! Там выпрыгнул из-за стенки все, там от телевизора отпрыгнули. Все в ужасе. ПАААА! Сейчас мы в такой стадии. Всё прямо вот как оно обычно у наших ушей бывает. Сейчас вот по-последнему и точно завязываем. Это, кстати говоря, типичная манера поведения мальников. Типичная. И, кстати говоря, людей, которые чем-то нехорошим в принципе увлечены – это тоже с плохой привычкой, так завязывать не получится. Вы или завязываете, или не завязываете. Третьего вообще не бывает. На эту тему есть прекрасная йогическая притча. Как жил-был мужик, у него была жена, а у жены был брат, который всё время хотел уйти в йоги. Оповещал семью, объяснял, что вот-вот он пойдёт в йоги, это такой решительный шаг вообще, что вот надо собраться со всеми силами, родные должны подготовиться. И вот муж домой приходит, жена, как положено в Индии, моет ему ноги в тазу и ему рассказывает. А муж при этом голый сидит, естественно. И рассказывает. Слушай, вот мой брат вот-вот-вот уже уйдёт в йоги, вот уже почти, вот уже почти-почти. И так день за днём, день за днём, день за днём. И как-то раз голый муж, сидя, поставив ноги в тазик с горячей водой, сказал ей, в йоги уходят не так. Она говорит, ну можно подумать, ты знаешь, как уходят в йоги, ну и как. Встал голый и сказал, вот так, и голый ушёл. В этом, как вы понимаете, глубокая мудрость. Не надо никому ничего рассказывать, надо делать-делать. У нас многие верующие, вот в Библии чёрным по белому написано – жалея розок для своего сына, ты его губишь. То есть, его пороть надо непрерывно, потому что он не понимает, что делать. Ну и самый главный вопрос – вилку в глаз или… за такие вопросы надо бить сразу в рыло, когда вам задают такие вопросы – вилку в глаз или что там – раз. Бейте смело в рыло человеку. Обычно надо так – в шутейной форме. Ну это многие не знают, это когда подросток заходит в камеру, ему задают всякие вопросы в процессе так называемой прописки. Конкретно вилку в глаз или в жопу – раз, оно про то, это ты… есть ли в тебе некая принадлежность, понятен ли для тебя преступный мир, являешься ли ты преступником, или ты лох, с улицы запущенный. Потому что вилку в глаз или в жопу – раз – это про то, что в тюремных камерах вилок нет. Вот когда тебя такое спросили, а ты начинаешь там лихорадочно думать, что жалеть вообще, ну, есть юмористический ответ – если ты здоровый, чего-то я среди вас на глазах не вижу, блин. Ну за это можно крепко пострадать, да. Поэтому, если что, смело выбирай вилку. У ледов есть у кого-нибудь? Свинья вырвала что-то другое. У командчик был вождь Джеронимо, который прыгнул на лошади с обрыва, уходя там, так сказать, от погони. И с тех пор все американцы, прыгая с парашютом, всегда орут «Джеронимо» остался в памяти людской. Вот. Помню, играл в «World of Warcraft» лет 14 назад и тоже там куда-то пришёл, там толпа народов, и там тоже все прыгали со скалы и писали в чате «Джеронимо». Дементий, как думаешь, курить вредно? Вредно. А то, что вредно, всё хорошо. Тоже так считаю, очень вредно курить. Женщины – вредно, алкоголь – вреден, смеяться громко тоже вредно. Сало вредно. Сало вредно. А что следующее запретят, как думаешь? Вот сейчас курить запрещают, что следующее запретят? Наверное, следующее действительно сало запретят, потому что это же жир. А почему женщины вредны? Ну-ка, расходов много, сердцебиение. На зрение влияет очень сильно, общение с женщиной. Денег не видно. Есть такая басня, как Юрий Гагарин на приёме у английской королевы. Сожрал лимон из чая, чего делать вообще нельзя. И тогда королева тоже сожрала лимон, и все сразу успокоились, всё хорошо. Басня, конечно. Ну да. Рывайте двери, да. И этажи. Да-да. Нынче будут грабежи. Любовь, как костёр, не кинешь палку, потухнет. Так? Миллионы мух, как известно, не могут ошибаться. Ивовая кора, она там чего-то, солицил чего-то там, т.е. это прообраз древнего аспирина, название аспирина – ацетилсолициловая кислота от ивы происходит. Болит голова, грызи иву, как бобёр, блин, отпустит. От ивовой коры нет болезни головы, чай не химия какая, а чай – природные дары… Как тут в известной песне «Взрослым так просто, всё знают они наперёд, ну, а подросток, когда ещё он подрастёт?» Сразу тебе расскажу. Немедленно по этому поводу вспоминается советская загадка. «Почему в продаже нет бобровых шапок?» Ответ. «Потому что бобров стреляют постоянно, а партноменклатуру в последний раз отстреливали в 37-м, расплодилось, ёлы-паллы, блин». Настоящий наркоман. Молодой человек, значит, трамвай, кондуктор, молодой человек, ваш билетик. Боже мой, как же я похудел! Помнишь, был такой художественный фильм «Патриот» с Мэллом Гибсоном? Да-да-да. Где Мэлу Гибсону задали вопрос «А как же принципы? Вы идёте на войну?» Он сказал «Нет, а как же принципы?» На что Мэл Гибсон ответил «У меня шестеро детей, и я не могу себе позволить такую роскошь, как принципы». Тоже был прав, ты знаешь. В целом-то матка-курка-яйки – вот это словарный запас оккупанта. Каким бы страшным это ни показалось. Начнём с того, что любая хорошая шутка, любой смешной анекдот – он всегда про какие-то такие черты граждан, о которых в рамках толерантности говорить вообще нельзя. Если русский – значит алкоголик, еврей – значит чудовищный жлоб, чукча – такая простота, граничащая, известно с чем, что хоть стой, хоть падай – все анекдоты вот такого оскорбительного совершенно свойства, они все подчёркивают специфические черты человека, нации, расы – это всем понятно. Ты заметил, что это смешно всё время? А потому что только такие шутки смешные, а как только ты начнёшь задумываться о какой-то толерантности, всё будет не смешно. И вот ФБРовцы уже напрямую выходят на Бена Аффлека и его банду, и главный ФБРовец говорит, что им не дадут разрешение на тотальную слежку, если один из банды не примет ислам. Ну, это же очень нетолерантная высказывание. Ну, если своей либерализмом своим довели уже до полной идиотии и всё вообще, то понятно, что оперуполномоченный нервничает. Ну, и вообще, это такая суровая ментовская шутка, что вот так вот. Нормально, конечно, нетолерантно. Так все отличные шутки, они все нетолерантные, они все про какие-то дефекты, неполадки там и прочее. Все хорошие шутки, они ни фига не толерантные. Может, тогда они не такие уж и хорошие? Шутки? Да. Шутки отличные. Шутки – ровно два параметра в хорошей шутке – она либо смешная, либо нет. А про что она? Про говно, про негров, про супружеские измены, про детей, дебилов – это дело вообще десятое. Тут вопрос в том, с кем ты их шутишь. Ну вот, если она кого-то обижает, эта шутка. Безусловно, есть, например, еврейские анекдоты адски смешные. Евреи в анекдотах, как правило, жутко жадные все, страшно расчетливые и жадные. Например, я бы при незнакомом еврейском пареньке или девчонке я не стану рассказывать шутки про евреев, хотя я их, естественно, знаю очень много. Если он сам рассказывает, ну, вместе посмеемся, а так, я считаю, что я могу его обидеть и не буду рассказывать. А как вы понимаете, что перед вами еврей? Ну, не всех же можно определить по внешности? Или вы вообще просто тогда с незнакомыми не рассказываете, шутки про евреев? Ну, с незнакомыми я вообще никаких шуток не рассказываю, только как-то это. Общепринятые какие-нибудь, а так – нет, категорически. Ну, это ж воспитание. Мы ж не начинаем в компании сразу острить про жопу и говно как-то это – это вот с Дементием мы можем такие шутки шутить, а с незнакомыми людьми – нет. Ну, воспитание, повторюсь, только воспитание. Ну, а это суровая организация, чушь им не шутить. Они видят разницу между тем, что можно и что нельзя. Вот здесь у вас уголовники банки грабят, и за ними невозможно организовать слежку. Я говорю, а вот если это исламские псевдотеррористы, хотя от кого вреда больше, я сказать как-то затрудняюсь. Необходимо чётко и ясно сформулировать, а затем записать в списочек собственных желаний. Ну, каждый уважающий себя джигит, собственно, так и делает – определяется с целями, намечает план достижения, а затем двигается прямо к цели. Считаете ли вы справедливым высказывание «человек человеку волк»? Homo homini lupus est – это, как мы понимаем, латынь, т.е. тогда ничего, так сказать, непонятного в человеческой природе для древних не было, ничего с тех пор не изменилось. Чистая правда, да. Если его не воспитывать и не обрабатывать, потому что нас в Советском Союзе учили коммунисты, что человек к человеку друг, товарищ и брат, и вести себя надо соответствующим образом. А зачем люди шутят и иронизируют в жизни, на работе, в книгах? Например, при чтении книг Бориса Акунина шуток не увидел. Ну, как? Зачем люди шутят и иронизируют? В моем понимании смех вызывает то, что человек как-то ловко подмечает некие парадоксы в окружающем мире и в происходящем вокруг него. И это смешно. На мой взгляд, наличие чувства юмора мертво привязано к интеллекту. Т.е. если человек дурак, он не шутить не может, ни шуток не понимает. У него специфическим образом интеллект устроен. Вот если при чтении книг Бориса Акунина шуток не увидел, это не значит, что их там нет, возможно, ты их не увидел, но в целом симптом. Как говорит русская народная мудрость, сколько на печке не лежит, а генералом все равно не станет. Даже Петр Первый любил это дело. Да. Носил с собой дрым для вразумления. Про это есть русская поговорка – палка не ма, а даст ума. Да. Как в дурацком фильме «V for Vendetta» там одна была хорошая фраза – палка лучшим воспитателем – это была хорошая фраза. Русские евроихи. Непостижимо. Хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз, он не колется, не бьется и блестит, как унитаз. Есть мощный стишок «Пирожок». Илья старается скорее уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Завершить всю эту бредятину можно только известным стишком «Пирожком». Искусствоведов группа «Тихо» восторженно глядит на холст, и вдруг один седой и строгий отчетливо сказал «Говно». Как известный тезис. Самое главное в конце следствия – не выйти на самих себя. Во время мировой пандемии злобного коронавируса дома надо сидеть, а не шляться по кинотеатрам. Немедленно вспоминается анекдот, знаешь, как корабль у причала, капитан стоит на мостике, трубку курит, мимо бомж идет. «Слышь, капитан, ты че, матросы тебе не нужны?» «Нет». «Может, кочегар нужен?» «Нет». «Может, кок?» «Нет». «Ну, с торпом?» «Нет». «Повезло тебе, сука, я б тебе наработал». Я вспомнил анекдот про «я люблю тебя, Юнга», но пока не буду его рассказывать. Что одно из простонародных названий общественного сортира – «шоколадная фабрика». «Все болезни от нервов, только триппер от удовольствия». Это как, в анекдоте. А у меня козырь, помнишь? Тоже говори, как там, я не помню. Тут мне карта так и пошла. Бросаем карты на стол, давайте проверим. «Джентльмены верят на слово». Да, тут мне карта так и пошла. «Волки, кто сожрал овцу?» «А она первая полезла». Приятно? «Где брал?» «У ментов». «У ментов самый хороший». Немедленно вспоминается анекдот. «У чё, английский? Индусов уже понимаю, англичан пока не очень». Немедленно вспомнился анекдот. «С комфортом». «Мама, я таки женюсь». «Женись, Изя, кто тебе не даёт?» «Никто». «Можно подвести Ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан». Вы действительно верите в приметы? Только про деньги. Как-то вы говорили, что все приметы про деньги работают. Или как-то так. Это же антиналучно. Как-то раз гости Нильса Бора увидели, что у него над дверью прибито подкова, и задали ему вопрос – вы что, верите в то, что подкова приносит счастье? На что Нильс Бор ответил – подкова приносит счастье вне зависимости от того, веришь ты в неё или не веришь. Как в Советском Союзе прокурор говорит – требую 8 лет. Встаёт адвокат. И я требую 8 лет, потому что подобное поведение для Советского Человека просто недопустимо. Это моя любимая фраза была, когда рядовой Зелёнкин сказал – товарищ полковник, можно я застрелю вот этого зелёного полковника? Зелёнкин, стреляй в кого хочешь, ты же в армии! Такая истерика была. Тогда ещё не сильно эти наши либералы, так сказать, подраскрылись, ну я не знаю, по-моему, это юмор, смешно. Как вчера шутку читал в Фейсбуках, как мужик «Зима» один к другому на улицу подходит, огоньку не найдётся, а тот, значит, у него бензиновая зажигалка потекла, в кармане вынул, чиркнул, вся рука загорелась, а этот от руки прикурюк, ну ты бля фокусник. СМЕХ Так. Ну вот. Сейчас у нас кругом хипстеры и эти, как они, ламберджек, они всё как дровосеки в клетчатых рубашках. Нынешний хипстер выглядит, как дровосек, который хочет понравится другому дровосеку. В нашем детстве был отличный фильм. Назывался «Армия Тресогуски». Там к какому-то празднику маленький мальчик коммунистических взглядов лезет на заводскую трубу и ставит там белый флаг. А следом за ним лезет коммунист с красным. Ты зачем белый флаг поставил? Не видишь? На нем написано «красный». Байло-весело, да. Круто, да. А Пинк – он как самурай, блин. Он даже круче, чем самурай, потому что там нет вообще нихрена в принципе. Он только сидит и страдает. Вот это как самураи классической поры, потому что им тоже нужно было испытывать страдания некие-то постоянные. О, всё вокруг увядает, падают листья… Скоро осень, вянет лист, и не серебрится. Юнкершмитт из пистолета хочет застрелиться. Это вот оно. Где-то я ещё хотел слово «глист» туда ставить. А ещё осень наступила. Падают листы. Мне никто не надо, кроме ты. Знаешь, как эти черепашки здороваются? Нет. Вот так. А знаешь, как гинекологи здороваются? Сделай, сделай, сделай. Надо запомнить. Нашу копилочку паскудства. Ой, это у меня во рту пересохло в таких делах. Это бесплатные проститутки. Это вот меня сразу заинтересовало. Я люблю про слова. Проститутка – это профессия, в общем-то, да. Когда предоставляют половые услуги… Бесплатно не бывает проститутка. …за деньги, да. Бесплатно – это женщины лёгкого поведения. Есть даже известная присказка, что проститутка – это профессия, а, блядь, это черта характера, ну и… Ну это ж как 12 стульев, леопардовый скок тоже… Не изобразить. …не экранизируешь. Хотя, конечно, актёр Филиппенко пытался не без успеха, прямо скажу. И неплохо получалось, да. Ему, кстати, Кисе Воробьянинову, этому глубокому старику, 52 года по книге. Да. 52 года я был ещё, ой-ой-ой. Да ты сейчас… Ничего себе! Сейчас уже не тот, блядь. Ладно, ладно, тоже, блядь, расскажите. Гораздо лучше. Дементий лучше? Прекрасный сим. Вот. Мужики – как вино, точнее, как коньяк, Дементий, или как вино. Чем старше, тем лучше, блядь. Да. А тётки просто стареют. Это не печально, блядь. Не печально. Давай, давай, вынимай жучки. Говорит, во-первых, они стоят по 80 долларов каждый. Недорогие. Поэтому я заберу все. Они жадные. Он там и за 5 долларов и за штрафы расстроился в прошлый раз. Вон, а как. Да, да. А тут 80 баксов, да ещё и не один. Ты что? Вон, Данила у нас точно такой же специалист. Он за 80 баксов весь дом просверлил бы этому Волтеруайт. Поле Зайца лопатой убьёт, блин. Блин, ну я даже не знаю. Вот мораль у человека какая, а? То есть её по нашим коммунистическим меркам, её просто нету этой морали вообще. Это правда. Она удобная, потому что очень гибкая и приспосабливается под любые условия. Вы же помните наш любимый бандитский лозунг «Не мы такие, жизнь такая»? Жизнь такая. Это оправдывает абсолютно всё. Любые поступки, любые действия. Ну вот у нас Наталья... Я не такой. А жизнь вот такая. Хэнк Шройдер врывается в дом, стоит в душе, и его супруга Маша спрашивает, типа, что происходит, а он говорит «Да, ловлю негодяев». Говорит там «Кушать, спать?» Ещё негодяи не все пойманы. А вот после чего он говорит «Погоди». Зло не дремля! А Эль Пасо там? Какое? Пизду Эль Пасо! Вы что все думаете, что я думаю «Хернёй занят?» Заткнись, дура! Короче говоря, Машка выхватила просто за всех. За начальство, за Стива Гомеса, за непойманных злодеев. Это как «Убит струпа» на картинке, помнишь, где там начальник орёт на подчинённого, тот орёт на жену, то орёт на ребёнка, ребёнок… Бульдогу под жопу, и бульдог вцепляется в жопу начальника, говорю. Хорошая картина. Отличная, очень говорящая. Жопе слова не давали, говорили в нашем детстве. Да. Это лучший способ, кстати, ведения дискуссии, когда кто-то сбоку открывает рот – жопе слова не давали. Или, как было сказано в замечательной книжке «Похождение бравого солдата Швейка?» «В нашем взводе каждый, кто первый обратится к начальству, забыв добавить ихмельдегегёрзам, немедленно получает в морду». Ихмельдегегёрзам – это значит «осмелить доложить» всего лишь. Ну, что в итоге? В итоге он пошёл на кухню и стал ссать в раковину на кухне. Только покойник не ссып рукопольника. Ну-ка. Хотите хересу? Я не занимаюсь сексом на первом свидании. Говорит, вы сначала выпейте, а потом делайте такие далеко идущие заявления. Ну, а, как говорится, если бы штанга была полезна для здоровья, у каждого еврея было бы по две. Есть гораздо смешнее. Если бы турник был полезен для здоровья, на каждом висело бы по две. Как говорит мой друг Володин Ачхим, с испанским приветом, он яростный противник любого спорта, он говорит, что здоровым спорт не нужен, больным вреден. В общем-то, прав. Валите всех! А спотер сберётся, как говорил Симон де Монфор перед штурмом Монседюра. Это же был Амалерик, памский легат. Это очень по этому поводу разные сведения поступают. 13 век был давно, и сейчас трудно сказать, это Монфор говорил Амалерику или наоборот. Суть от этого не поменялась. Не, не поменялась – валили всех. Да, а Господь уже сортировал. А Господь уже если… Кого в рай, кого в лад. Да-да-да. Интересно устроено. Да. Сидели бы у нас на зоне – другое дело. Да. Как-то рассказывал, как там убили какого-то нашего чиновника в 90-е годы высоких рангов, а ваш начальник потом сказал, что не успели посадить… Это был генерал. А, генерал. Да. Начальник уголовного розыска. Убили. Раздался мрачный голос из зала – посадили бы вовремя, сейчас бы жив был. Фактически… Дорогой, так это ты что, «Спартак» любишь больше, чем меня? Да я и «Зенит» люблю больше, чем тебя! Зато у меня щетка для усов есть. Я услышал мощные восторги. По поводу? По поводу усов. И расчески. Я помню в Советской армии, когда… В Советской армии, когда я уже был дедушкой, и, соответственно, благородная растительность уже была отпущена как-то раз. Замполит меня спросил, что это у тебя такое под носом? Я схватился. А, это усы. Сволочки. Я думал, он скажет что-нибудь типа того, что это усы. Это не усы, это трамплин для мандавошек. У нас была чистота и порядок. Такие опасные животные на мне не жили. Как известный супергерой – человек-мандавох. Чоловик. Чоловик. Мандавох. Ну, потому что, когда дитё скрипач, там, знаешь, булки не расслабишь особо. Если вы начнёте играть, то примерно через 5 лет ваш ребёнок превратится в еврея, а все соседи в антисемитов. Анекдот такой есть прекрасный, как «Петенька, ну сыграй ещё, пожалуй, одну пьеску». Это советский анекдот. «Я тебе за это дам 3 рубля, а мне сосед дядя Вова сказал, что если не буду играть в пьеску, мне даст 10». Правдиво, блядь. Да. Поэтому… Да. Чисто Иван Кучин. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить бельё. Уж подходит мне срок. И на дерзкий побег, и на дерзкий побег он пошёл в ту же ночь. А далёко-далёко, где-то там в Подмосковье фотографию сына уронила рукам. А вы представляете, Петрович-то помер, как помер, ну каждый вечер приходил в кабак, попивал 2 литра водки, литр коньяка и 4 кружки пива, а потом помер. Почему? Никто не знает. Никто не знает. Потом почему говорят, что секс с женой самый лучший, потому что после секса ей надо ехать домой, ты остались ещё дома. Немедленно вспоминается известный анекдот, как в синагоге сидят евреи и выбирают Раввина. Поступает предложение, давайте выберем Раввина Рабиновича. Встаёт один еврей и говорит, мы не можем выбрать Раввина Рабиновича, потому что у него дочь проститутка. Встаёт Рабинович и говорит, минуточку. У меня вообще дочери нет. Ну, не знаю, я своё мнение озвучил. Если человек не пьёт или колется или в жопу вставляет, одно из двух. И как готовится утка? Её варишь в котелке два часа, потом эту воду сливаешь. Потом заливаешь новую воду, варишь ещё два часа. А потом эту воду сливаешь, наливаешь в новую воду, варишь три часа. А потом нахуй сбрасываешь вместе с кастрюлей, потому что кастрюлю не отмыть. А если серьёзно? Если серьёзно, утку долго готовится, потому что не просто так её готовят с зелёными яблоками. Потому что яблочный уксус вот этот, он размягчает утку. В принципе, жрать там нечего. Ну, с голодухи и на том хорошо. Я потом расскажу анекдот про СМС-ку и деревянный айфон. Давай сейчас. Да? Ну как, господи? Украинское село. Девочка прибегает к маме и говорит «Мамо, мамо, хочу айфон». Мамо говорит «Та в мене гроши дыма». Ну и начинает теребить своего человека. Говорит, что дочке айфона же нет. Что как дура-то ходит? Ночью-то человек подумал, подумал, реп почесал, говорит «А зачем ему покупать?» Взял топор, бревно и вытесал айфон, прям как положено, не отличишь. Покрасил – вообще не отличишь. Ну, радостная Машу выбежала с айфоном на улицу. Тут же нарвалась на гопников, получила леща, осталась без айфона и пошла грустная домой. Утром выходит на крылечко, смотрит, на заборе написано большими белыми буквами «Машо, пес – да». Мама такая, «Маша, а це шо?» Говорит, цева будь эсэмэська пришла. Это не как Моисей, который с горы Синай спускается и говорит «Вот вам евреи скрижали с двенадцатью заповедями, было их вообще-то больше, их было двадцать четыре, и оп, пока шёл, половину разбил». «Ну, как же так?» Говорит, тут есть плохая новость и хорошая. «С какой начинать?» «Ну, власть плохой, прелюбодеяние осталось». Это знаешь, когда в старом анекдоте в детсадовском, когда сидит чувак и молотком себе по яйцам лупит? Его спрашивают, зачем ты это делаешь? Больно же, он говорит, очень больно, но когда промахиваешь, так приятно. Про Папу Римского замечательный анекдот есть. Как значит археолог? Протестант, копаясь в изжаве, раскопал могилу Иисуса Христа со скелетом Иисуса Христа, и там точные доказательства, что это он и есть. Он на это смотрит, думает, что это же просто караул. Это значит, не было воскресенья. Что же делать-то, а? Я же, конечно, протестант, но всё-таки это же какой-то перебор. С кем посоветоваться только с Папой Римским? Ну и немедленно звонит Папе Римскому тогда ещё Ивану Павлу II. Ваня, я тебе такое скажу. Говорит, три часа ночи, ты чего? Я нашёл гробницу Иисуса Христа в ней, его скелет, это точно он. Что делать? Он говорит, прям подшиптом. Господи, так это правда? Он был? Хороший католический анекдот. Что-то быстро. Скорострел. Сразу вспомнился анекдот, как женщина-кошка лежит с Человеком-пауком и говорит, слушай, я думала быстрее, флеши никого нет. Там какая-нибудь муха–ЦЦ. Чистая самотовы… Знаешь, как переводят – ЦЦ? Нет. «Это–эту» – Ц. Муха – это–это. Как увидишь наркомана, задави, как таракана, на всё способен наркоман, на ложь, на позлость, на обман. Как перестроечный анекдот? Скажите, пожалуйста, а как вы стали проституткой? Знаете, честно говоря, просто повезло. Тут же есть отличная китайская поговорка – из плохого железа не делают гвоздей, а хороший человек не идёт в армию. Тут я недавно картинку увидел, объявление о приёме на работе – требуется сотрудница с сознанием компьютера. Уже есть такие. Я в интернете очень много таких людей вижу, которые уже комменты пишут с сознанием компьютера. Или пилите Шура, пилите, она золотая. Как у Марка Твена – если вы выбор что-то решали, вас бы на них не допустили. По поводу армии «Маленькое отступление» мне прислали это письмо со смешным текстом, он, правда, переделан, речь шла, конечно, о Реднете, который оказался в корпусе морской пехоты в США, Реднек – житель Южных Штатов, просто людин. Это адаптировали к русским условиям, очень смешно, по поводу армии, к Риму, я думаю, это применимо вполне было. Письмо домой. «Дорогие мамы и папа, у меня всё хорошо, надеюсь, у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить морской пехоте намного интереснее, чем жить в деревне, пускай скорее идут служить. Подъём тут в 6 утра, сначала было тяжко, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок, не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, готовить еду, почти ничего не надо, даже есть горячая вода. На завтрак дают много вкусного – сок, каша, масло, тушёнка, но нет нормальной еды, свежего мяса и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Зато всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе, их порции мне вполне хватает до обеда, поэтому городские такие слабаки. А ещё бывает марш-бросок, сержант говорит, что это для тренировки, раз он так считает, то я не возражаю, марш-бросок – это примерно как у нас от дома до магазина, после этого городские падают со стёртыми ногами и нас везут назад в грузовике, местность тут неплохая, но слишком ровная. Сержант – это как учитель в школе, часто ворчит, капитан – директор школы, а майорам и полковникам в основном не до нас, потому что они заняты своими делами. «Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок, не знаю почему, но мишени размером почти как волк, только не бегают, всё, что надо сделать, устроиться поудобнее и стрелять, не надо даже набивать патроны порохом и дробью, их привозят готовые, пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает, какая тут халява. Кстати, посылаю вам 5000 рублей на ремонт сарая, ваша дочь Варвара». Это напрашивалось в конце, да. «Римлянин возвращает из долгого похода, заходит к себе в дом и видит, что его жену трахает Гал, он такой, что же вы делаете?» А Гал оботвечает – французов. Так и было? Это хороший анекдот, я его знаю. Ну, когда такие бабки на кону, там оно в капиталистическом мире честность как-то сразу начинает теряться, потому что из-за 300% прибыли нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал. За 200% готов рискнуть виселицей, а за 300 – вообще чем угодно, а там не про 300% речь, мягко говоря. По поводу Бориса Годунова есть хорошее, очень короткое художественное произведение, которое я в качестве заключения хотел бы прочитать. Там исторические правды примерно столько же, сколько во всём этом огромном сериале, а художественные ценности гораздо выше. До Бориса почти царствовал Фёдор Иванович, но наконец его похоронили, и стал царствовать Борис. Во время венчания на царство Борис сказал «клянусь, что у меня не будет ни одного бедняка». Он честно сдержал слово. Не прошло и пяти лет царствования Бориса, а уж ни одного бедняка нельзя было сыскать во всей стране с огнём. Все перемёрли от голода и болезней. По отцу Борис был татарин, по матери – русский, а по остальным родственникам – неизвестно кто. Но правил, как полагалось в те времена, благополучно. Давал обещания, казнил, ссылал и искоренял Карамулу. Но ни казнями, ни ссылками, ни другими милостями, и ему не удалось искать любви народа. Имя Борис произносилось с иронией. «Какой он Борис?» – говорили про него в тихомолку. «Борух он, а не Борис!» «Борис Гадун, или ещё, вернее, Борух Годин, знаем мы этих Борисов!» Многие уверяли, что своими ушами слышали, как Борис разговаривал с Гурлендом и Гурьевым по-еврейски, когда ещё был премьером. Только и слышно было, что «гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр» – рассказывали бояре. Потом все трое пошли в синагогу. Когда появились первые слухи о самозванце, народ стал тайно изменять Борису. Узнав про самозванца, Борис позвал Шуйского. «Слышал?» – спросил царь. «Слышал?» – ответил Шуйский. «Это он, Дмитрий?» Шуйский отрезательно покачал головой. «Никак нет!» «При мне убивали!» «Это не тот!» «Кто же, по-твоему, этот самозванец?» «Мошенник какой-то», – ответил Шуйский. «Мало ли нынче Мазуриков шляется!» Борис отпустил Шуйского и велел созвать бояр. Бояре пришли. Борис вышел и обратился к ним белыми стихами. «Достиг я высшей власти!» Бояре переглянулись, послышался шёпот. «У Пушкина украл!» Борис сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал. «Седьмой уж год я царствую!» Чей-то негодующий голос резко прервал Бориса. «Это грабёж!» «Своего же поэта грабит!» «В самом деле», – послышался другой голос, – иностранного поэта хоть бы ограбил, а то своего!» Сразу засумели все. «Посреди бела дня белые стихи красть!» Борис стоял бледный, как полотно железной дороги. Кто-то закричал. «Пойдём вязать Борисовых щенков!» «Это тоже из Пушкина!» – закричали точно из-под земли выросшие вегнеров и лернеров. «Не смей трогать!» Но их никто не слушал. Все бежали душить семью Бориса. «Сам Борис через знакомого фармацеста, которому предтем устроил право жительства в Москве, достал арбуз с вибрионами и отравился» Смешно. Вот. Так что вот, собственно, 30 строк, а гораздо интереснее, чтобы всё это дурацкое кинуло, ей-богу! «Ибо, как гласит древнеримская поговорка, обращаясь в суд, ты берёшь волка за уши» У славян на Ивана Купала происходило то же самое, что у римлян «влуперкалии» в «влуперкалии», сами вы, батенька, в «влуперкалии». На Ивана Купалу устроили в «влуперкалии», да? Ну, кроме того, что Иван Купалу – это летнее равнодетствие, 6-7 июля, а «влуперкалии» – это 15 февраля, ну, понимаете, что это диаметрально противоположное нечто. Ну, все эти дикарские языческие праздники, они примерно про одно, что тебе в этот день не нужно работать, и можно от души насношаться. Я, конечно, понимаю, что профессор Александр Пыжиков рассказывает, что Иван Купал, а оказывается, это был специальный народный мегапраздник, который был посвящён заготовке противоотравляющих средств всяких, спецтрав и так далее, и так далее, потому что Тимофеевка оказывается на жоресте овса, и поэтому славяне всё питались Тимофеевкой, а гнусные же домосоны пытались садить овёс, чтобы вытравить из них народную память, вот так. Русскую народную память. Да, Тимофеевка сама растёт, её жрать можно вообще, какие быки разрастаются на Тимофеевке. Не прикладывая усилий. Да, вот, соответственно, нужно было заготавливать травы на целый год, и вот Иван Купал, оказывается, травы заготавливали. Я такой ахиней просто в жизни никогда не слышал. Ну а свальный грех-то, походу, был, нет? А это чтобы, когда ты собираешь некие травы специальные, можно отравиться, а чтобы парировать отравление, нужно немедленно с кем-нибудь, потому что адридолин-то выделяется, и потом антрофин, влуперкнуть. Влупить. Да. Влупить – это сокращенно от влуперка. Да, так точно. Вот, и у тебя сразу отравление ушло, и можно… Тонус повышается. Да, и можно сразу с новыми силами начать собирать травму на целый год вперёд, на злопопам, и жидам, и коммунистам, и чекистам – это не я придумал, честно профессор Пыжиков такое рассказывает просто прямым текстом, это я, конечно, не цитирую, но смысл верный. В средние века, что характерно, века до XIV, до XIII вру, изнасилование считалось изнасилованием только в отношении девственницы, потому что однажды сломанное сломать ещё раз невозможно. Есть в этом что-то здравое, да. Логично. И вот мне скажут, что это всё мелочи, и придирки к пуговицам, и носкам не той системы, но я сразу возражу – давайте снимем документальное кино про Первую мировую войну, и всех обрядим по уставу РКК 1936-го, и отдельно ещё и с 1943 года тщательно перемешаем. Ну, 50 лет разницы, а регион тот же, и всего 50 лет, чего тут? И пусть они на Т-34 едут, чего не так-то? Опять же, да, это ж вот как у нас у реконструкторов анекдот любимый есть такой, что 2643-й год, юбилей празднуют – или, там, 2943-й год, празднуют, значит, 1000 лет Курской битвы, и вообще едет реконструктор на шикарном танке, к нему подходит другой реконструктор и говорит – «Слышь, брат, а почему у тебя низ от Т-34, а башня от Пантеры?» Он говорит – «Чего ты докопался? Регион-то один». Это устойчивое выражение типа того, что стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли я не в порядке. Да. Кстати, мы тут, если отвлечься немножко от конкретно римской тематики и сосредоточиться на специальной морской тематике, мы тут с товарищами думали и решили, что на флоте очень большие проблемы от того, что флотские люди не могут регулярно заниматься строевой подготовкой, находясь в автономном плавании. Это пагубно сказывает. Если солдат не марширует, он разлагается, поэтому нужно обязательно, чтобы при каждой эскадре на флоте был атомный гвардейский плацоносец, т.е. Плаучий плац. Плацоносец, т.е. он примерно по проекту как авианосец, только он несёт плац, и вот, значит, идёт флот в автономке или эскадра, и как только личный состав Павхамска расслабления, на горизонте появляется плацоносец, который подъезжает к кораблям, сгружают экипажи на плац, там, значит, снизу вот такие ёлочки выдвигаются, причём приводит их в чувство. Снегомашину может снега намести, кстати говоря, для того, чтобы можно было ломами это всё поубирать или поскалывать, например, лёд, тут же можно проверить экстравую подготовку, уровень слаженности пения строевой песни, я даже придумал отличное название для плацоносца первого «отставить», гвардейский эскадренный атомный плацоносец «отставить» – вот. Он прекрасен, я думаю, такие у Римблин тоже были, учитывая, как они здорово всегда ходили с троем, у них приплывала плацоносная Пентера какая-нибудь, которая несла на себя огромный плацоносец, они могли всё время там… А кто пустера, да? Нормально, прийти почему-то куда? Пройтись, да, а то как-то в разложении. Песня «Варяжского гостя» Я знаю одну песню «Варяжского гостя», но не буду её… В каюте отдыхает, нет, садков богатый гость! Гораздо лучшее. О, да. Ну все реконструкторы неоднократно пели из-за льдовых наномотив известной песни из кинофильма про аргонавтов «Золотое роно», а там «Диарго»… Если мы ударим вёслами… У нас немножко не так всё… Я при советской власти всё это ненавидел, слушать не мог и кушать не мог, так меня эти песни раздалили. А мы так это здорово перепели, что когда мы, в общем… Я же сейчас разволновался. Я потом напою, при людях нельзя категорически, мы только один раз, когда высаживались на дракарах в Швеции с озера Мэлори, она снимала шведское телевидение, так как там по-русски никто не понимает, мы рянули 40 глоток, и нам прямо это в дракар волосатые микрофоны на длинных палках стали ссувать, смотрите-ка это, смотрите-ка это, поють. Это так понравилось начальникам фестиваля, что они каждый раз, когда нас снимали, мы там долго попробовали на фестивале, эту выставку снимали неоднократно. Маэстро, урежьте матч! Он постоянно тревогает, говорит, «давайте, запевайте песенку русских викингов», он нам всё время говорил нам, какую. Да вот же! Ну там, короче говоря, очень много матерных слов, естественно, как принято в уриконструкторе. У викингов, да. И, по-моему, она смешная. Как-то Вадим Шагаев сочинил из клуба «Ратник» город Москва. Молодец. Клуб «Ратник», привет. А он вообще московская лира, у него там масса стихов красивых и задорных. Ну да. Ну, чтобы нам не быть голословными, зачитаем деколог. Да. То есть, это те самые 10 заповедей, которые происходят из Ветхого Завета, христианские заповеди происходят из Ветхого Завета, которые лично Бог дал товарищу Моисею на горе. Сразу вспоминается известный анекдот. Прелюбодеяние вошло. Да. 20 заповедей. Моисея – это очень много, секундочку, поторгуюсь. Заповеди осталось 10 – это хорошая новость, плохая, прелюбодеяние осталось. Да. Изложено оно в книге «Исход» и в книге «Второзаконие» немножко другими словами, но в целом то же самое. Первое – «Аз есмь Господь Бог твой, да не будет других богов, кроме меня» – это самая главная заповедь в христианстве. Второе – «Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им» Это про иконы? Не уточняется, у евреев это категорически нельзя было. Третье – «Не поминай имени Господа, Бога твоего, всуи». Четвёртое – «Помни день субботний, 6 дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой суббота есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему». Шаббат. Да. Пятое – «Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен». Шестое – «Не убей», седьмое – «Не прелюбодействуй», то самое. Восьмое – «Не укради», девятое – «Не сотвори ложного свидетельства», десятое – «Не пожелай чужого». Исход, глава двадцатая, стих 2.17. Смотри, вот видишь, там фургон цветы идёт очень серьёзно, на русском прятать фургон цветы, говорит, вам натурально нужно купить мусоровоз. Это я не с целью оскорбить, а в том смысле, что никто вообще никогда не догадается, что мусора могут сидеть в мусоровозе полками. Заключение – анекдот. Поезд – купе. Трое девушек за столом, и мужчина на верхней полке. Первая девушка говорит – «Ой, мне нравится Путин, он такой мужественный». Вторая говорит – «Ой, а мне Жириновский больше нравится, он такой страстный, экспрессивный». Третья – «Ой, да ну вас, девчонки, лучшие мужчины – это коммунисты». Внезапно голос с верхней полки. Житие представится. Депутат Мособлдумы от «Единой России», Сокол Жириновского и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Новгородские патриоты, вот с точно таким же мелкопоместным ложно-понимаемым патриотизмом, как у меня, очень тонко все эти моменты ощущали. И момент своего соперничества с Киевом ощущали не менее. Даже в летописи-то отразилось. Есть такая Никаноровская летопись конца XV века, у которой одним из главных источников была Софийская перволетопись, т.е. из корпуса новгородского летописания. И всем известные строки о том, как был основан Киев, т.е. все мы помним легенду повести временных лет о Киеве, Щеке, Хореве и сестры их Лыбиде, вот она в новгородском изложении играет совершенно другими красками. Сейчас зачитаю. «В лето 6322-е приять всю русскую землю, князь Олег, инача по всей земли грады ставить и дани уставлять». Далее статья «Зачатие Киеву». «Быше в Великом Новгороде лютое зело разбойнице. Имя им первый брат Кий, второй Щек, третий Хорев и сестра их Лыбидь. И разбой чиняша в ограде и по селам. И князь Олег по прошению новгородцых повелел тех разбойников и сестру их руками и мать, и посадиша их в темницу. Они же начишь оплакать и просишься отъехать от града. И умилосердивался князь Олег, и отпустил их из Новограда. Кий же, и вся эта банда, идя до реки Днепра». Ну, и там основали Киев. То есть, Киев основали какие-то новгородские разбойники, которых просто выперли из города. Новгородское ОПГ. Ну, их просто выгнали, потому что это были просто какие-то отбросы. Эти отбросы основали Киев. Ну, и понятно, что учитывая, кто лежит в основании этого городишки, о каком страшностве может быть вообще речь. Я только хотел выкрикнуть, что это специально написано, чтобы унизить как-то. Естественно. Это именно сказка, созданная в Новгороде как некий политический памфлет. Не, немедленно вспоминается советский журнал «Крокодил», в котором была роскошная заметка о том, как японцы оккупировали Сингапур, собрали китайскую общину, и главный японец к ним обратился со следующими словами. «Наука белых доказала, что они произошли от обезьян, а мы, японцы, как известно, произошли от богов. Вот это война между богами и обезьянами. А вы, китайцы, выбирайте, на чьей вы стороне». По-моему, прекрасно. Один в один вообще. Нормальные мужики не танцуют. Не танцуют. Они стоят, смотрят. Как и теперь, вопрос в «просрать деньги» он просто не стоит. Просрать можно любую сумму, вопрос в «сохранить и приумножить», просрать можно всё, что угодно, это я тебе уверяю. Есть анекдот про три известнейших способа. Способ номер один – просрать все деньги – это игры в карты, в кости, неважно во что. Способ номер два – это девки, всё уйдёт. И способ номер три – самый надёжный – это вложиться в сельское хозяйство, вот. Ножды на латыни звучат как «вагина». Да. А «Гладиус» вон же меч вкладывается туда. Искусство в массы, деньги в кассы. Ну, есть мнение, в качестве комментариев лучше всего подходит анекдот, наиболее полно характеризующий сознание бандеровского европейца всех времён. Беседуют два бандеровца. Ну, шо, Микола, пришли москаликов биты. А ну, як вони нас побьют, а нас-то за шо? Бегут по улице два кобеля. Отец кобель суровый, и за ним кобелёк сын. Бегут. Старший видит, спереди лежит куча требухи. Жрать! Вдвоём набрасываются на требуху, жрут её. Сожрали. Бегут. Дальше. Видит, сучка стоит. Старший кричит. Драть! Бросаются на сучку, дерут её по очереди. Дальше бегут. Папа видит, стоит Мерседес. Ссать! Бросаются вдвоём, обоссылают Мерседес сверху донизу. Поступает новая команда. Срать! Обсирают весь Мерседес. Закончили, сын спрашивает. Папа, а зачем? Запомни, сынок. Всё, что нельзя сожрать и отодрать, надо обоссать и обосрать. Как в известном анекдоте, как мальчика папа ведёт на демонстрацию, вдруг видят, там, боец стоит весь в чёрном, там, автомат, шлем, маска, туда-сюда. Папа, это кто? Омоновец? Сынок, я не знаю. Пап, ну, Омоновец? Подойди, сам спроси. Ребёнок подходит. Денька, вы Омоновец? Хуёновец! Ой, пойдём, сынок, это СОБР. Летит самолёт. Бросать десантников с парашютами. Заходят над зоной высадки, открывается дверь. Десантники все выпрыгивают. Штурман заходит в салон проверить, все ли выпрыгнут. Смотрит, один в углу сидит. Говорит, а ты чего не прыгаешь? А я болею, простудился, не могу прыгать. Понятно. Возвращается в кабину, пилоту говорит, слышишь, там один остался, пойдём, выкинем. Заходят в салон вдвое, бросаются на десантника. Борьба тут упирается изо всех сил, катаются клубком туда-сюда, туда-сюда, подкатились к двери, пня под зад наконец-то дали, вылетел. Утирает подволь, слушай, здоровый попался. Спортсмен, наверное. Немедленно вспоминается анекдот, как два алкоголика сидят, водка налито, пьют уже весь вечер, а в банке с огурцами остался один огурец маленький, и один его, короче, там вилкой тычет, 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 тычет. Дальше говорит, отдай ты сюда. Засовывает руку, хватит огурец. Если бы я его не замучил, фиг бы ты его поймал. Вот. Приходит мужик к врачу. На что жалуетесь? Вы знаете, доктор, у меня половой член такой огромный, что оттягивает голосовые связки, я все время сиплю. Жену раздражает, на работе раздражает, дети не уважают, сделайте что-нибудь с голосом. Говорит, ну, сделать можно только одно, надо член укоротить, серединку вырезать и края пришить, и все станет нормально. Вес наладится, у вас станет нормальный голос. Режьте. Наркоз положил, отрезал, пришил. Мужик приходит в себя. Доктор, спасибо, другое дело. Всего хорошего. Следующее утро, ни свет ни заря, еще темень за окном звонки доктору в дверь. Открывает, значит, дверь. Там стоит мужик перепуганный. Доктор, жена из дома гонит. Пришите все обратно. Это ни хера, все выбрасываем. Иван, Иван! Что, барин? Иван, трахаться хочу! Иван, спуская штаны, жениться вам надо, барин! И он обратно. Забирается в больницу, все втыкает в вену иглу капельницы так-так яростно, и вроде как никуда и не уходил. Как-то раз, я помню, залег в больницу нечаянно на работе. Как-то я был занят реставрацией протонды при дворце князя Бобринского. Это на углу, ну где Новая Голландия, там Крюковка какой какой. Я там в столовую ходил, и в столовой в один день я нажрался блинов с мясом, а на следующий день пришел и увидел, что еще два блина осталось, а передо мной человека три стояло, я думаю, ведь сожрут мои блины. Но так мне повезло, что их не сожрали, а они, видимо, всю ночь не в холодильнике лежали, а там, и я их сожрал, и потом я поехал домой, и, короче, в течение, я не знаю, 40 минут, пока я до дома ехал, меня как скрутило, блин! Т.е. пищевое отравление, меня как повалокли бы, там не отложка, в больницу елы-палы привезли, ну все как положено. Я всех этих любителей рассказывать про ужасы полиции, я их все время спрашиваю, как часто вы с медициной общаетесь, потому что там с ужасами полный порядок, ну и, короче, там меня с грехом пополам. Полтора часа не отложка ехала, час я валялся в приемном покое, думал, кони двину там вообще, потом меня, значит, это... В хирургическое отделение я даже не понял, ну чувствую, что башкой вперед везут, вроде еще ничего, меня там все занято, ну это же дежурные больницы, куда всех свозят, меня там в коридоре у стеночки положили, и всю ночь они сюда живых, оттуда мертвых, там лифт, в который они там ногами стучат, там кнопки в СССР бесполезные были, поэтому там три удара – это третий этаж, спать невозможно, но мне капельницу воткнули, и я вырубился благополучно. Утром проснулся от того, что надо мной что-то шуршит, глаза открыл, я у стены в коридоре, а там доски прибиты, чтобы мимо проползают, руками держатся надо мной, а у меня уже ничего не болит, я заозирался, что такое, слышу какой-то непонятный скрежет бритвы, повернул голову, там бабку готовят к операции, бреют ей лобок, вот это я попал, ё-моё, блин! Ну и короче… Сразу выздоровел. Ну и я-то выздоровел, но меня советская медицина отказывалась выписывать, пока не определит, так сказать, что там со мной такое, может у тебя там какие-то панкреатиты, гастриты, ещё чёрти что, короче, меня из коридора переложили в палату, и там напротив меня лежал алкоголик, и у алкоголика были воткнуты все эти иглы и приклеены, и он всё время капельницы себе вставлял, включал, полежит, выключит, пойдёт, покурит, вернётся обратно, прекрасно себя чувствует. Опытный. А с другой стороны лежал безумный дедушка, который уже вообще ни хера не соображал, а напротив него лежал дедушка, который соображал, но у него была межрёберная невралгия, и он ни встать, ни ходить не мог, вот так вот еле дышал, а по ночам безумный дедушка вскакивал и на него падал, блин, там такой пипец был вообще, а алкоголик тут же бежал к медсёстрам, договаривался с ними дайте этому безумному каких-нибудь таблеток или уколите его чем-нибудь, чтобы он это прекратил тут. Прыжки. В итоге я безумный дедушка повер в этой соседи, там больница отлично, мне очень понравилось, ещё мне там клизму поставили на всякий случай, ложитесь на бочок, я лёг, там как так засадили, что я аж глаза руками держал, я говорю, больно, а у нас в больнице всё больно. Штирлицей, гестапом, больно – это наша профессия. В общем, про капельницу у меня самые замечательные воспоминания. Я помню, я замечательно попал в больницу с переломом правой ноги, мне коллеги по опасному средневековому бизнесу, алебарды засадили в ногу и немножко её испортили. Я потом два дня пил водку на даче, думая, что у меня ушиб, оказалось – нет, по возвращению в Ленинград прыгнулась вызывать скорую, меня отвезли в Александровскую истребительную, это на проспекте Калантарий. 25 октября. Да. Это же для алкашей больницы. Вот там я сижу в приёмном покое ночью, летом, и такое ощущение, что где-то рядом Сталинград гремит, потому что туда людей завозят просто, не знаю, тоннами, я понимаю, что у меня всего лишь одна, чёрт возьми, сломанная косточка. Что я тут делаю вообще? Рядом с одной сидел чувак, у которого вместо головы был шар из марли и ваты с тремя дырками вот так вот напротив глаз и носоротового участка, а так как дружить не было больше ни с кем, я стал дружить с ним. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, да мы с мужиками пили водку у гаражей, короче, Толян и Васёк решили пошутить, а они, короче, сзади досками по ушам как въебут. Я думаю, вот шутка так шутка. Я бы ещё полчаса посидел в очереди, и у меня бы нога сама заросла, я бы тут просто убежал. Ну, известная присказка – революция пожирает своих детей. Сидят Ленин и Сталин, демотиватор, и внизу подпись «Жизнь надо прожить так, чтобы даже после смерти боялись твоих памятников». Дементий, какие ты знаешь способы зачать мальчика? Надо яйца в холоде держать. Это, да. Это действительно верный способ. Ещё я слышал, если беременная женщина с лица становится гаже, значит, будет дочка, потому что она всю красоту мамину забирает на себя. Есть надёжные способы зачать мальчика. Первый способ – положить под подушку топор во время полового акта. Второй – закрепляющий. Мужик должен обуть валенки и совершать половой акт строго в валенках. Ну, и кончать надо в верхний правый угол, только тогда будет мальчик, как ты понимаешь. А если хочешь двое мальчиков, у нас костюм супергероя. Человек прыгнуть со шкафа, сделать сальто. Не выпрыгнув из валенок. В воздухе. Двойня обеспечена. Не для заведения под названием «Голубая устрица». Нет, нет, нет. А в кино обычно как раз из этого самого заведения. Ты, кстати, знаешь, что такое «Голубая устрица»? Блюойстер. Это головка полового органа, когда долго не кончится. Образно. Она становится лиловая такая. Образно. Называется «Голубая устрица». Очень образно. Не все в курсе. В полицейской академии помнишь? Да, я помню, конечно. Там почти во всех частях это. Великолепно. Вот что должен сделать глава государства после террористического акта в этой ситуации, и что должны сделать его охрана? Пример Михаила Саакашвили наглядно. «Русский самолёт!» Все бегло. На него упали, завалили телами, всё нормально. Первое лицо должно быть сохранено живым. Это нормально. Выглядит безобразно. Согласен. Выглядит безобразно, но понимаете, вы что хотите, красинку красивую, или вам нужно главу государства в живых оставить? Это, кстати, был такой некий экзамен. Для неё следующий экзамен, как потом Корнило вспоминает, был в том, чтобы пойти поставить самовар. Она вышла на кухню, и вокруг неё даже собрался кружок этих мужиков, чтобы посмотреть, как она с этим справится, не нальёт ли она там воду в трубу и прочее. Но это она потом писала в своих воспоминаниях. Но она, в общем, с честью выдержала и этот экзамен тоже. Непростой. Да, непростой. Ну, надо понимать, что они все были либо из дворянской среды, либо из среды разночинцев. В общем, из той среды, которая потом принято стало называть интеллигентской. Немедленно вспоминается случай, как был такой, по-моему, тоже народоволец, новорусский. Новорусский, да, был. Он сидел в Шлиссельбургской крепости, и там они бились за права заключённых, например, очень сильно хотели, чтобы им разрешили организовать огородики свои, чтобы что-то там выращивать и есть. Ну, им разрешили, и он принялся там сажать лук. Через некоторое время с удивлением понял, что он его посадил вверх ногами, т.е. корнями вверх. Я представляю, как там эти… Цирики из сёл, глядя на эту прелесть, угорали, никто ведь не сказал. Забегая вперёд, могу сказать, что когда было хождение в народ, значит, там одна участница этого хождения в народ вспоминала, что она пришла в какую-то деревню, что-то она спрашивает, на неё как-то очень косо смотрят, и только потом она понимает, что она с ними по-французски разговаривает, или она там шла, заблудилась и говорит, мне вот куда вот… А это как бы верх по реке, и она идёт и пытается понять, а верх по реке – это куда? Т.е. люди действительно не разбирались в элементарных вещах, но мы об этом ещё поговорим. Разные миры. Да. Дело в том, что, будучи маленькой девочкой, бабуля уже сыграла партейку, и этого ей хватило на всю оставшуюся жизнь. Но годы берут своё, справиться с запором медикаментозными средствами уже невозможно. Кстати, не все знают, что слово «хер» в данном случае обозначает букву «х», она раньше так называлась, и «похерить» – это значит зачеркнуть буквой «х». Да. А вовсе не то, что многим кажется. Имейте в виду, мы подкованные. Страна с богатейшими литературными традициями. Стихосложение, басё, хайку, хокку – мы все знаем. Да. Великие стихи поражают своей парадоксальностью и остроумием. Помните, у басё – скоро весна, и вот уже новая глупость приходит на смену старый. В корень смотрел, да. Многие знают, 95% населения – они просто медицинские дебилы, блин. Неслыханное доселе происшествие заставило содрогнуться жителей Остии. В одной из терм для небогатых горожан собралась пристранная компания – три десятка чёрных, как земляная смола, нубийских рабов, сопровождаемых распутными девицами, также явившимися в Рим с берегов Африки. До сих пор неизвестно, кто из остийских граждан снял термы для своих нубийцев и с какой целью. Возможно, этот недалёкий квирит пытался отмыть свою собственность до германской белизны. События разворачивались с неслыханной стремительностью. Нубийские рабы, употребив неразбавленного вина, сперва учинили – бесстыдную оргию, способную вогнать в краску любую лупа из квартала Субура или грязного лупонария для матросов. Что произошло затем, доподлинно неизвестно. Однако нубийцы принялись бронить друг друга на своём варварском наречии, передрались и были готовы учинить погром. Отчего перепуганные служители терм отправили человека к префекту, который и привёл к месту происшествия городскую когорту. Дальнейшее вызвало у многих астийских граждан истинное потрясение. Вокруг терм, как по белому покрывалу непорочной невесты Сенего, ведь только что миновали Иды месяца Фебруса, носились, похожие на исчадий Аида, ноги и чёрные нубийцы, потрясая своими немалыми достоинствами и истошно голося. За нубийцами, в свою очередь, рысели добродушно поругивавшиеся солдаты городской когорты, пытаясь отловить нарушителей благочиния. Нескольких рабов искали в гавани Остии до вечера. Известно же, что нет более сложной задачи, чем найти чёрную кошку в тёмной комнате. Ну и нубийца в портовом угольном складе. Когда всех участников драки в термах наконец-то собрали в одном месте, нубийцы пали на колени перед префектом и взмолились о прощении. Мол, всё произошло не по злому умыслу, а исключительно по резвости и непосредственности нубийского характера. Рабов постараются вернуть хозяину, истребовав затем с него штраф в казну Остии. Многим кажется, что проблема нехватки времени связана исключительно с развитием цивилизации. Однако достаточно открыть книжечку «Нравственные письма к Луцилию», написанную гражданином Сенекой две тысячи лет назад, чтобы увидеть там такие золотые слова. «Береги и копи время». Часть времени у нас отбирают силы, часть — похищают, часть — утекает впустую. Но позорнее всех — потеря по нашей собственной небрежности, масштабы которой в настоящее время просто чудовищны. «Вместо того, чтобы заниматься самообразованием и саморазвитием, сограждане пускают в свободное время натурально псу под хвост». А я в завершение хотел бы привести фразу Ленина. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов». Продолжение следует...